Мы сейчас идем, точнее, едем в музей миниатюры. Это такой музей, там, где есть макет Гамбурга. В Москве, если что, точно такой же есть, только на ВДНХ. В этом музее все интерактивное. То есть там все движется, там самолетики, машинки движутся. А люди движутся? Не знаю, может быть, там муравьи вместо людей. В самом конце, там могу дать шоколад. Нächster Halt, hohe Luftbrücke. Ausстег links. Субтитры сделал DimaTorzok Мы ждем номер, наш номер 250. Сгорится на телевизоре номер. Мы пойдем в музей. Мы идем в музей. Вон, смотрите. Мы идем. Да-да-да-да. А у меня, кстати, новая группа. А у меня тоже, только у меня оттенка. А у меня лошадка. Эх. У меня лошадка. Да. Они рассказывают о своих силах. И они научились. Начинается этот потрясающий музей с небольшого магазина сувенирной продукции. Очень много интересных вещей. Фигурки, статуэтки, игрушки. Все это изготовлено по-немецки качественно. Мы звонили. Ага, да. До свидания. Берешь в руки и сразу становится понятно, такое на олене закажешь. При входе в музей нас встречает огромный стадион маленьких человечков. Вообще, пока что, все, что мы увидели, намекает на то, что этот музей больше детский, чем взрослый. Тут же одни игрушки. Человечки, машинки, железные поезда, самолетики, кораблики, домики. Это большой конструктор, в который обычно играют дети. Вот такая мелочка вообще. Столько там было сделано фигурок. Это миллиард часов надо провести, чтобы все это слепить. Но все не так просто. Детство и взрослых никуда не уходят. Все взрослые остаются маленькими детьми. И лучше всего это видно, когда они занимаются любимым делом. Как маленькие дети возятся с игрушками. Просто называется это уже по-другому. Все серьезно. Да и как же иначе. Я сейчас приведу к примеру несколько цифр, которые касаются этого музея. Вы только думайтесь в них. В этом музее расположен самый большой железнодорожный макет в мире размером полторы тысячи квадратных метров. Всего в музее находятся 15,5 километров железнодорожных путей. Чуть больше тысячи поездов, более 10 тысяч вагонов, 4,5 тысячи зданий, почти 10 тысяч автомобилей, 130 тысяч деревьев и 263 тысячи фигурок животных и людей. Представили? Теперь представьте, сколько нужно времени и рук, чтобы все это сделать и установить каждую деталь на свое место. А еще удивительней, как этим всем управлять. Управляют всей этой махиной. Вот с этого пульта всего лишь 4 человека. Перед вами большой железнодорожный вокзал, который расположен в Риме. А сейчас полетаем над Венецией. Это единственный макет, на котором нет железных дорог, поездов и автомобилей. Зато тут 26 мостов и целых 150 гондол. Пейзажи и ландшафты в Швейцарии. Конструирование первой части макета началось в декабре 2000 года. Первые три части были завершены в августе 2001 года. Проект был создан братьями Фредериком и Герритом Браунами. Точно так же, как и в настоящей жизни, в музее есть разное время суток. И сейчас наступает ночь. Зажигаются тысячи диодов. Кстати говоря, общее количество диодов в этом музее почти 400 тысяч. Сколько километров проводов соединяет все эти диоды с платами, питанием и контроллерами? Даже представить сложно. Это поразительная работа. В свете ночных огней царит совсем другая атмосфера. Через окна некоторых зданий видно, как внутри что-то происходит. Даже внутри зданий фигурки живут своей жизнью. Большинство из представленных здесь городов реальны. Сделаны точно так же, как выглядят города прототипов в реальности. Но сюжеты, которые разворачиваются на улицах городов, взяты не только из реальной жизни, но и из художественных фильмов. Вот смотрите, Супермен летит на помощь. Перед вами макет аэропорта Кнуфингена. Этого аэропорта не существует в реальности. Он вымышленный. Точно так же, как и город Кнуфинген. Обширная панорама реального Гамбурга. Автомагистрали и скалистые горы Северной Америки. А тут, среди елей и секвой, мы обнаружили какую-то группу человечков, лепрекона, которые прячут свои золото. Памятное событие на стадионе Волькспор в Гамбурге. А это момент открытия Гамбургской филармонии. Недавно мы были там, на смотровой площадке. Вообще, для того, чтобы понять все события, которые показаны в музее, надо брать экскурсовода. Но, к сожалению, русского в момент нашего визита не было. Ну, давай свои эмоции. Класс. Очень здорово. Мне кажется, на это все потрачено миллион сутков. В общем, много сутков и много человек. Мне кажется, некоторые не доживали до конца работы. Действительно, офигительные путешествия. За один раз мы побывали сразу в нескольких странах. Посмотрели там на все сверху. Очень, 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 очень увлекательно. А сейчас мы находимся прямо в месте, где люди делают все это. Похоже, мне сюда не дают. Окей, я удаляю все. Продолжение следует...